МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина. И в начале выпуска коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трагический финал. Последний день новогодних каникул оказался для одного из зареченцев последним днем жизни. В ходе совместного распития спиртных напитков мужчина 1974 года совершил убийство мужчины 1979 года рождения. Причем пытался скрыть следы преступления. Зеленое и братское, спортивное, заречное. Качественно очистить от снега городские улицы коммунальщикам мешают сами зареченцы. При очистке снега как бы из года в год проблемные. Это у нас оставленные автомобили вдоль проезжей части. Таких улиц у нас немного в городе. Это улица Братская, улица Заречная и улица Озерская. Слово ветеранам. В общественном центре ЛАД открылся литературно-поэтический клуб, объединивший пожилых зареченцев. Тематические какие-то литературные композиции у нас будут. А вторая часть мы будем слушать тематические произведения наших ветеранов-дилетантов, наших поэтов, наших прозаиков. И далее все подробности этих и других событий. Городские службы экстренного реагирования подводят итоги длительных новогодних праздников. В целом обстановка в городе была спокойной. Все массовые мероприятия прошли без правонарушений. Все же несколько ЧП за эти дни были зарегистрированы. Все подробности у Ксении Тризная. 8 января в доме номер один по улице Строителей произошла трагедия. В одной из квартир погиб человек. В ходе совместного распития спиртных напитков мужчина 74-го года совершил убийство мужчины 79-го года рождения. Причем пытался скрыть следы преступления. Сначала пытался имитировать самоповешение, потом избавился от трупа, вытащив его в подъезд. Тело утром обнаружила жительница дома. Подозреваемый задержан. Следственный комитет возбудил дело по 105-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации убийства. Долгие новогодние каникулы – горячая пора для сотрудников правоохранительных органов. Одна из основных их задач – обеспечение порядка на различных массовых мероприятиях. В результате было задействовано максимальное количество личного состава. Не менее 30% личного состава мы ежедневно на период проведения праздничных мероприятий выходили на службу. В основном все мероприятия массовые, они проводились и проходили спокойно. Без чрезвычайных происшествий и, скажу так, даже без правонарушений. В режиме повышенной готовности в новогодние каникулы работали и представители других служб экстренного реагирования. Ежедневно на дежурство заступали более 60 сотрудников специального управления Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России. Первый в наступившем году пожар произошел 7 января в гаражном кооперативе «Темп». Из-под кровли гаража шел сильный дым. Возле ворот находился владелец данного гаража, который пояснил нашим пожарным о том, что в гараже нет ни людей, ни автотранспорта. Возгорание произошло в помещении второго яруса на площади 5 квадратных метров. Пожар дальнейшего развития не получил. По предварительной версии причиной возгорания стало нарушение правил использования печи в гараже. По факту пожара проводится проверка. Региональные синоптики, на которых ссылаются областные СМИ, прогнозируют сурскому краю снегопады. В ближайшие дни осадки ожидаются в разных районах Пензенской области, в том числе и в Заречном. Коммунальные службы города к погодным капризам готовы. Вот только своевременно очищать улицы от снежных заносов удается не всегда. И причиной тому личные автомобили, которые гаражане паркуют на проезжих частях. Тему продолжит Наталья Елистратова. В дни новогодних каникул из Заречного было вывезено около полутора тысяч кубометров снега. Коммунальные службы трудились в две смены – с пяти утра до одиннадцати вечера, расчищая проезжие части, пешеходные переходы и тротуары города. Но выполнить свои задачи качественно сотрудникам КБУ удавалось не везде. При очистке снега из года в год проблемные – это у нас оставленные автомобили вдоль проезжей части. Таких улиц у нас немного в городе. Это улица Братская, улица Заречная и улица Озерская. Некоторые водители продолжают оставлять машину вдоль проезжей части, что сильно затрудняет нам уборку. Качество уборки сразу ухудшается. Происходит заужение проезжей части, что может привести к созданию плохой ситуации. Несколько дней спецтехника комбината благоустройства не могла заехать на улицу Братскую, чтобы расчистить сугробы на дороге. Поэтому проезжая часть в дни новогодних каникул была сильно завалена снегом. Все новогодние праздники машины стояли по улице Братской. И улица Братская осталась нечищенной совсем. В первый рабочий день большинство машин разъехалось, и улица совсем по-другому преобразилась. Пришлось чистить бобкетом и большим погрузчиком вытаскивать снег из-под машины. Причем это делалось аккуратно, чтобы не задеть эти транспортные средства. На самых заваленных снегом дорогах на улицах Братской, Озерской и проспекте «30-летие Победы» установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку машин в определенное время. Но не все автовладельцы обращают на них внимание. А зря. У нас сотрудники ГИПВД работают, они эвакуируют транспортные средства. Эта работа продолжается. Машины эвакуируются как с улицы Братской, так и с улицы Озерской. Такие практики есть. Ну и, конечно же, там, где машины стоят и мешают, есть эвакуатор. Машины эвакуируют там, где нет эвакуатора, то есть не стоит эта табличка на установленный знак. Сотрудники полиции, в том числе, выписывают протокол за то, что машина стоит в неустановленном месте. Парковка автомобиля в неположенном месте может серьезно ударить по кошельку нарушителей. Штраф за стоянку под запрещающим знаком установлен в размере полутора тысяч рублей. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Иерей Виктор Сторожев, настоятель Воскресенского молитвенного дома, храмов Лазаря Четверодневного и преподобного Серафима Саровского, провел пресс-конференцию для представителей зареченских средств массовой информации. Иерей Виктор Сторожев начал свою службу в закрытом городе шесть месяцев назад. Благочинный Никольского городского округа, в который входит и Заречный, рассказал журналистам о том, что удалось сделать за полгода и поделился планами на будущее. Своей первоочередной задачей отец Виктор считает завершение строительства храма преподобного Серафима Саровского. Я себя в такие рамки ввожу. Три года на строительство храма. Бог даст, если все будет нормально, то за этот год минимум возвести стены до купола. Если будет нормальная бригада кирпичников, они смогут с апреля месяца по октябрь, начало ноября поставить эти стены. Потом под конец года уже заказать купола и в зимний период постараться эти купола поставить. Ну и потом самое сложное – это внутренний отдел. Кроме того, иерей Виктор Сторожев планирует уделять большое внимание воспитанию православных традиций у подрастающего поколения и построить новую воскресную школу для взрослых и детей рядом с храмом преподобного Серафима Саровского. В завершение встречи отец Виктор поблагодарил представителей средств массовой информации за сотрудничество. С началом года в России стартовала декларационная кампания. Отчитаться о своих доходах в 2019 году граждане должны до 30 апреля текущего года. Кто обязан предоставить в налоговые органы декларацию о доходах? Нужно ли предоставлять сведения, если гражданин продал свою недвижимость, но не получил прибыли? И кто имеет право вернуть сумму уплаченных налогов? На эти и другие наиболее важные и часто возникающие у налогоплательщиков вопросы ответит старший государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Заречному Евгения Федосеева. Встреча в студии сразу после рекламы, а мы пока вернемся к городским событиям. Зареченским школьникам напомнили о правилах поведения зимой. Заречный присоединился ко всероссийской акции «Безопасность детства-2019». Она проводится по инициативе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой. С 1 ноября 2019 и по 1 марта 2020 года проходит зимний этап акции. Цель этого масштабного мероприятия – профилактика чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, предупреждение травмирования и гибели детей от несчастных случаев. Каждый месяц 10 числа проводятся единые дни безопасности. 10 января во Дворце культуры «Современник» в рамках акции состоялась игровая программа «Зимние забавы во дворе». В ней приняли участие третьи классники гимназии номер 216 «Дидакт». Ребята узнали о том, как не получить зимой обморожение и выполнили упражнения согревающей разминки. Также школьники вспомнили основные правила поведения на улице в зимний период. Поскольку совсем недавно прошли новогодние праздники, сегодня в гости к ребятам пришла елочка, которую мы совсем скоро будем провожать. И персонаж наших новогодних представлений – это профессор. Вместе с ребятами они вспомнили о правилах поведения на улице, когда у нас скользко, когда у нас холодно. Вспомнили о правильном режиме дня. Немножко потанцевали, повеселились, но в общем-то совместили приятное с полезным. В единый день безопасности ко всероссийской акции «Безопасность детства-2019» присоединились многие зареченские учреждения культуры и образования. Не остались в стороне и добровольцы городского волонтерского центра. Они провели профилактическое мероприятие «Осторожно, гололед». С начала зимы к специалистам медико-санитарной части номер 59 обратились более 30 зареченцев, которые получили травмы при падении на скользких дорогах. Добровольцы городского волонтерского центра напомнили прохожим о правилах безопасности в гололед. Ребята раздавали зареченцам памятки, в которых разъясняли, как действовать, если падение на скользкой дороге избежать не удалось. Эта тема довольно актуальна сейчас в зимний период, потому что на улице меняется погода каждый день от плюсовой до минусовой. Из-за того, что становится то сыро, то холодно и меняется погодные условия и становится скользко. Поэтому это важно, чтобы жители нашего города были всегда на чеку и в безопасности. Обсудить любимые литературные шедевры и поделиться собственными опытами в области поэзии и прозы. Такая возможность появилась у представителей зареченских ветеранских организаций. Неравнодушных к художественному слову горожан объединил новый литературно-поэтический клуб. На первом организационном собрании присутствовала и наша съемочная группа. В Новый год с новым клубом в общественном центре ЛАД начинает работать еще одно творческое объединение – литературно-поэтический клуб «Слово». Его участниками станут члены ветеранских организаций «Заречного», которые неравнодушны к литературе. Во время встреч клуба они будут знакомиться с художественным наследием великих писателей и поэтов и делиться своим творчеством. Первая часть мы будем говорить тематические, какие-то литературные композиции у нас будут, а вторая часть мы будем слушать тематические произведения наших ветеранов-дилетантов, наших поэтов, наших прозаиков. Проект реализуется в сотрудничестве с Центральной городской библиотекой. Специалисты учреждения культуры будут готовить подборки произведений по различным темам. Клуб станет своего рода площадкой для самовыражения. Ветераны смогут представить свое творчество единомышленникам. Сколько у меня стихов, это, я не знаю, это можно было, это две тетради по сто листов. Стихи читать я буду и читать, и читать, и читать, я без остановок могу читать их. В литературно-поэтическом клубе «Слово» ветераны смогут найти благодарных слушателей или новых поклонников своего таланта. Предполагается, что встречи клуба будут проходить раз в месяц. Каждую из них посвятят важной дате или событию. Завершить первый творческий сезон ветераны планируют летом. Но даже в отпуске они не намерены отдыхать. Летом мы все-таки планируем проводить экскурсии вот этой рабочей группы нашего клуба по литературным местам Пензы и области. На первом организационном собрании ветераны наметили план дальнейшей работы. Следующая встреча участников клуба «Слово» состоится в феврале. Она будет посвящена Дню Защитника Отечества. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Все о стартовавшей с началом года декларационной кампании расскажет нам наша сегодняшняя гостья Евгения Федосеева, старший государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Заречному. Встречаемся сразу после рекламы. Чтоб сияла милая личика, ловите момент, покупайте яичика. В караване. Яйцо, первый сорт, одна штука, 3,90. Скумбрия холодного копчения, один килограмм, 269,90. Сосиски молочные, славница, 129,90. Ветчина, империя вкуса, 400 граммов, 79,90. Цена указана в рублях. Акция действует с 14 по 16 января 2020 года. Лови момент в караване. Такого еще не было. Скидки от 20 до 60 процентов. Только в новогодние праздники с 20 декабря по 15 января. ЛАЛЕ АНТИЛОП Мы вновь возвращаемся в студию программы новости Заречного. У нас по традиции время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в нашей студии старшего государственного налогового инспектора отдела контрольной работы инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречному Евгению Федосееву. Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер. Итак, Евгения, с началом года стартовала кампания по декларированию доходов физическими лицами. Давайте будем разбираться, в очередной раз разбираться, в первую очередь, кто же обязан подать декларации и отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. В срок не позднее 30 апреля 2020 года обязаны представить декларацию по форме 3НДФЛ физические лица, получившие в 2019 году доход от продажи транспортных средств, от продажи имущества, то есть квартир, комнат, жилых домов или долей в них, находящихся в собственности менее трех лет. Менее пяти лет в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1 января 2016 года. Также обязаны продекларировать свой доход физические лица, получившие доход от сдачи имущества в аренду и от продажи ценных бумаг. Евгения, если в 2019 году гражданин получил какие-то еще доходы, например, выигрыш в лотерею или какое-то наследство, он обязан декларировать такого рода доходы? По поводу наследства, нет. Данный налогоплательщик не обязан декларировать свой доход. Если же он получает выигрыш, то у него такая обязанность есть по сдаче декларации. Либо та организация, от которой он получает выигрыш, подает в налоговую инспекцию сведения по форме 2НДФЛ, где указывает сумму дохода, сумму неудержанного налога и данный налог включается в единое налоговое уведомление. И еще уточнение. Вы сказали о том, что декларацию обязан подать гражданин, в собственности которого имущество находилось менее трех лет. Это касается и движимого, и недвижимого имущества, то есть и автомобили, и, скажем, квартиры, гаража и так далее. А всего имущества. Какие способы существуют для подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц? Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц может быть представлена налогоплательщиком в инспекцию лично, либо через представителя. В этом случае необходима доверенность, оформленная в установленном порядке. Также налогоплательщик может направить декларацию почтовым направлением с описью вложения, либо отправить через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Евгения, где можно и каким образом получить форму для заполнения декларации? Форму для заполнения декларации вы можете получить либо на сайте налог.ру, на сайте налоговой службы, либо в налоговой инспекции. То есть в бумажном виде? В любой налоговой инспекции, да, в бумажном виде. В электронном виде, можно ее скачать на сайте? Можно скачать, да, конечно. Евгения, бывает так, что гражданин, скажем, приобрел какое-то имущество, потом продал его, но при этом никакого дохода не получил? А иногда бывает так, что и даже продал он свое имущество за цену более низкую, чем заплатил сам, когда приобретал вот это имущество. Есть ли у него в этом случае необходимость и обязанность в подаче декларации? Если налогоплательщик не получил доход даже от продажи имущества, продал его дороже, либо за эту же цену, но оно находилось в собственности менее минимального срока владения, то есть это 3 года, либо 5 лет с 1 января 2016 года, он все равно обязан подать декларацию по форме 3НДФЛ за 2019 год. Но это не значит, что ему будет начислен какой-то налог, просто он подаст, отчитается и все. А сумма налога будет нулевая тогда в таком случае? Да, сумма налогоплательщика будет составлять 0 рублей, но отчетность от налогоплательщика должна поступить в установленный срок. Евгения, если вы упомянули уже, что существует такой современный способ подачи декларации, это личный кабинет налогоплательщика, то есть это можно сделать дома в любое удобное налогоплательщику время, для этого не обязательно приходить. Каким образом можно зарегистрировать и получить, завести этот личный кабинет налогоплательщика? Получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, налогоплательщик может лично при посещении налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию по месту жительства от налогоплательщика требуется документ, удостоверяющий личность. При обращении в инспекцию не по своему месту жительства требуется также документ, удостоверяющий личность, а также оригинал или копия свидетельства о постановке на учет. То есть теоретически можно стать обладателем, владельцем такого личного кабинета в любой инспекции нашей страны? Да, в любой точке на территории Российской Федерации. Евгения, кроме того, что гражданин обязан заплатить налог с какого-то имущества, у него есть еще и право получить налоговый вычет за определенные виды услуг и так далее. Вот в каких случаях гражданин может рассчитывать на возврат суммы налога? Наиболее распространены среди физических лиц следующие вычеты. Это имущественный вычет, то есть вычет в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объекта недвижимости, а также в сумме фактически произведенных расходов по уплаченным процентам по кредитному договору, предоставленному для приобретения данного имущества. Также среди физических лиц распространен социальный налоговый вычет, то есть вычет в сумме фактически произведенных расходов на оказанные медицинские услуги налогоплательщику, вычет в сумме произведенных расходов на обучение и в сумме уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Может ли гражданин получить налоговый вычет при обучении, не только собственного обучения, а скажем, при обучении детей? При обучении детей налогоплательщик может получить вычет, если его ребенок учится на очном обучении и ребенок не достиг 24 лет. Но касается ли это только, скажем, высших учебных заведений или это касается, и сейчас есть и общеобразовательные учреждения платные, есть даже дошкольные детские учреждения, которые платные. Вот могут ли получить родители вычет за обучение вот в таких заведениях учебных? Это касается всех образовательных учреждений, имеющих лицензию. То есть, чтобы получить такой налоговый вычет, родителям, в общем-то, стоит поинтересоваться, имеется ли лицензия вот у того образовательного учреждения, где занимается ребенок. И вполне возможно, что родители не знают даже, что они имеют право вот на такой вычет. То, что касается медицинского обслуживания, здесь та же самая история, да? То есть, не только за себя, но и за своих детей можно получить вычет налогового? Можно получить вычет за ребенка, но здесь возраст ребенка ограничен 18 лет, то есть, предел для получения вычета за ребенка. Евгения, какие документы нужно иметь для того, чтобы получить и вычет за образование, и за медицинское обслуживание? Чтобы получить социальный и налоговый вычет по расходам на обучение, нужно предоставить налоговую инспекцию и декларацию по форме 3 НДФЛ, справку 2 НДФЛ с работы, договор об оказании образовательных услуг, платежные документы, подтверждающие оплату за данное обучение, а также лицензию данного учреждения. Ну и, соответственно, заявление о возврате денежных средств с номером счета. При заявлении права на социальный и налоговый вычет за оказанные медицинские услуги, налогоплательщик должен предоставить также декларацию 3 НДФЛ, справку 2 НДФЛ с места работы о суммах удержанного налога, договор об оказании медицинских услуг, платежные документы, подтверждающие оплату за оказанные медицинские услуги, справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы. Она выдается в том учреждении, где налогоплательщик данные медицинские услуги получал. Также, если налогоплательщик получает вычет за ребенка, необходимо предоставить обязательно свидетельство о рождении ребенка. Евгения, по поводу образовательных услуг Вы сказали о документах платежных и о лицензии. Это должны быть подлинники или можно ксерокопии? Можно копии. Можно копии. Евгения, и в какие сроки необходимо предоставить такие декларации гражданам, которые претендуют на социальные налоговые вычеты? Вы сказали, что декларационная кампания продолжится до 30 апреля. Срок для тех, кто хочет получить налоговый вычет? Декларацию в связи с заявлением социального, имущественного, стандартного налоговых вычетов можно бы давать в течение всего 2020 года. Здесь нет ограничения, то есть 30 апреля 2020 года. Данное ограничение только для тех физических лиц, которые обязаны представить декларации, которые получили доход в 2019 году. Евгения, ну и еще в заключении нашей с вами встречи, несмотря на то, что удобно стало общаться уже и с налоговыми инспекторами, и появились личные кабинеты налогоплательщика, то есть, в общем-то, удобно очень стало и платить налоги, и получать какие-то документы. Тем не менее, все-таки многим гражданам проще гораздо прийти, поговорить с живым человеком, получить какие-то консультации. И, в общем-то, до сих пор еще вот этот процесс и заполнение декларации, и уплата налогов, он для многих, в общем-то, достаточно сложный. Можно ли получить консультацию ваших специалистов и как это сделать? Можно получить консультацию наших специалистов. В марте-апреле будут проводиться дни открытых дверей. О датах будет сообщено дополнительно. Также можно позвонить по телефону налоговую инспекцию, либо обратиться к нам через личный кабинет налогоплательщика, подать обращение и вам ответить. Спасибо большое. У нас в гостях была старший государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречному Евгения Федосеева. Ну и на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречной. И пусть новости будут только хорошие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»